МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 27-го, Майоргерис, Иван Крамской, русский художник, писавший в жанре портретной и исторической живописи. Елена Благинина, советская поэтесса, автор детского стихотворения «Мама спит, она устала». В этот день, 27-го мая 1703 года, по указу русского государя Петра I, на Заячьем острове был заложен город Санкт-Петербург. 27-го мая 1795 года основана первая российская публичная библиотека. Сейчас это российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. 27-го мая 1883 года на Красной площади Москвы открыл здание Государственного исторического музея. 27-го мая 1905 года – дата начала Цусимского сражения, в котором русский флот потерпел поражение от японского флота. 27-го мая 1877 года Румыния при поддержке России и в ходе русско-турецкой войны объявила о независимости от Османской империи. Начавшаяся в 1877 году русско-турецкая война стала одним из тех военных конфликтов, которые изменили Европу. По ее итогам на Балканах появилось множество независимых славянских государств. И вступила Россия в конфликт с одной целью – освободить братьев-славян. С 1860-х годов в разных частях Османской империи поднимались восстания. Самые серьезные пришлись на 1875 год в Боснии, Герцеговине и Болгарии. Они были жестоко подавлены турками, которые насылали на восставших башибузуков, нерегулярные формирования бандитов, которые вырезали целые села. В 1876 году в войну Турции объявили и Сербия с Черногорией. Их ждали те же жестокие карательные акции турок. Россия до поры взирала на это со стороны. Император Александр II боялся нового конфликта с объединенной Европой, как в пору Крымской войны. В начале слова взяли русские дипломаты. В 1877 году в Константинополе собралась конференция, на которой представители великих держав призвали султана изменить политику в отношении христианских провинций, даровать им больше самостоятельности. Порта отказалась. В это же время русский народ как мог поддерживал балканских единоверцев в их борьбе. Формировались специальные славянские комитеты, собиравшие пожертвования в пользу пострадавших. Многие отправились на Балканы добровольцами. В итоге общественное мнение все-таки убедило Александра II начать войну против Турции. Но она должна была быть быстрой, чтобы опередить реакцию европейских противников России. Империи были необходимы серьезные союзники на Балканах. Такой стала Румыния. Формально румыны все еще были зависимы от Стамбула, но благодаря поддержке российских и немецких дипломатов уже вели самостоятельную политику. И, наконец, Бухарест поддержал Балканское восстание, он заключил военный союз с Петербургом. Весной 1877 года российская армия вошла на территорию Румынии, форсировала Дунай. В то же время в парламенте Бухареста зачитали манифест о независимости страны. В этот момент и стартовала история независимой Румынии. Началась кампания с больших успехов российской армии. Войска быстро продвигались в сторону Стамбула, их радостно встречали братья-славяне. Когда же случилась Плевна, и тяжелая осада затормозила русских, настал момент Румынии платить по счетам. Ее монарх Король I привел свои войска на помощь. После того, как Плевна сдалась, румынского короля на вокзале в Бухаресте встречала только делегация из российского посольства. Представители других европейских держав не признали независимости Румынии. Но в 1878 году русские были у стен Стамбула и в местечке Сан-Стефана подписали мирный договор, по которому султан признавал независимость Сербии, Черногории, Румынии, Болгарии, а Босния и Герцеговина становилась автономной областью. Румыны же вдобавок ко всему получали новую территорию, Северную Добруджу. Правда, европейские державы были против такого развития событий. В Берлине собрали конгресс, на котором пересматривали итоги выигранной России войны. Болгария потеряла только что обретенную независимость, зато на свободу Румынии никто не посягал. В результате мирных договоров Россия вернула Южную Бессарабию, которая потеряла по итогам Крымской войны. И этим осталась очень недовольна Румыния, которой эти земли принадлежали раньше. Не сгладили разногласия даже территориальные уступки России. Как результат, бывшие союзники закончили войну в не самых дружественных отношениях.